добрый день товарищи вот хочу вам показать мой заказ который заказывал мяских саунах это уличная кабина моем случае тут же будет и душевая и туалет сделано очень качественно никаких щелей и самое главное если вы обратите внимание вот такая вот упаковка то есть очень качественно было все упаковано сейчас мы увидим остальное вот элементы беседки с брашировкой этот элементы крыши и вот разгрузили все что касается сауны бочки 4 метра так что будем собирать товарищи поздравляю мяские сауны добрались и до европы а конкретно до ирландии город дублин добрый день вот мы начинаем подготовку лыж для сауны бочки вот мы будем использовать защитное покрытие от ларсен вот презерватив специально для дерева убивает защищает и предохраняет также как и резиновые изделия тока специально для дерева использовал данную пропитку три года назад для перекрытий на крыше для построек отлично себя зарекомендовала поэтому вот уже пропитали составом вот видно отличие где пропитана и не пропитана продолжим ну еще решил дополнительно защитить дерево поэтому времени дополнительно ходит вот по цвету даже видно вот видите чисто белый цвет специально оставил половину и остальное обработанные разница есть это кипяченое льняное масло один товарищ мне обрабатывал дерево и очень рекомендовал и вот после обработки полного высыхания антисептика я покрываю эти пазы льняным маслом думаю не помешает доброе утро всем вот вчера у нас было всего полдня вот мы остановились на этом уровне сейчас будем дальше собирать сегодня целый день посмотрим что у нас получится вот собираем вторую перегородку правда засверливаю каждый раз чтобы шуруп лучше шел чтобы дель не напрягать ну еще я хочу сказать правду сказал товарищ правда что вот с этим приспособлением намного легче и быстрее доброе утро третий день вчера мы остановились вот на этой стадии ну что хочу сказать быстро сказка сказывается да не быстро дело делается в принципе как бы очень много времени ушло именно на выставление перегородок по уровню и конечно еще если вы заметите около каждого шурупа вот идет такая риска чтобы знать когда следующую балку ставишь где шуруп то есть вот здесь вот по бокам везде отметины так в принципе нормальный есть несколько неровных досок но все подтянули отметки мы видим везде здесь также на дальней стенке вот черточками отметины где шурупы идут чтобы в будущем туда не попасть ну а так в принципе все идет по плану будем работать надо за сегодня добить всем доброе утро вот четвертый день сейчас все же мы узнаем когда снимем тент что пятая колонна прячет за установку минутку и вот посмотрим три дня собирали собирали собирал сауну а говорят получился но и в ковчег то есть все животные люди уже выстраиваются очередь ну что с хочу сказать за три дня то есть реально собрать собирал вместе с женой то есть сильно не торопились делали все аккуратно в принципе видно что все доски притянуты сегодня пытаюсь поставить печку и доделать крышу осталась одна балка вот а так в принципе мы видим что все сделано получилось очень даже красиво полок мы крепим вот на такие вот саморезы из нержавейки на 70 так чтобы было заподлицо просверлим сначала 2 миллиметра отверстия в том еще большим сверлом фаску чтобы шуруп не выступал и планка не треснула все как и должно быть ну что поставил полок проверяем уровень проверяем уровень проверяем уровень здесь и также проверим уровень тут как видим все нормально единственная подложила лист распадали миллиметра зачем потому что когда вот это крышка садится до конца остается зазор чтобы избежать сильного давления на бак то есть я сделаю так чтобы при весе человека даже чтоб этот ход 1 миллиметр был и тогда вот эта часть будет садиться до конца ну теперь как то так вот будем закреплять к стенам снова здравствуйте ну что вот хочу вам показать погода в пятницу была хорошая не знаю передает ли блеск покрыл снова яхтиным лаком чтобы снаружи все как бы блестела и больше защита от дождя было вот не знаю блеск передает или нет но вот видно что вода капли стоят скатываются ну и потратил время вот сегодня с утра многие спросят что самое главное в сауне я скажу это самое главное наверное как в танке но это как говорится кому как а за главную безопасность вот поэтому сделал такие ступеньки взял алюминиевый лист обрезки и вот два бруска то есть вот покрыл их краской покрыл их потом после высыхания лаком и вот такая ступенька получилось для безопасного входа вот так же видно подкрасил ножки бруски дал им высохнуть сейчас будут доделывать внутренность снова здравствуйте ну что сегодня погода неплохая я решил заделать торцы зашлифовать и закрасить их пока погода нормальная для этого я взял вот шлифовальный круг болгарка защита для глаз очки ну поехали и защита наверху листом чтобы не повредить черепицу мягкую поехали ну вот буквально минута две работы мы видим очень хорошо и быстро шлифуется вот если вы видите структуру дерева не шлифованная и шлифованная я считаю что отлично и быстро ну что специально решил сделать одну сторону и покрасить чтобы вы смогли почувствовать разницу вот обработанная страна сразу вид как поменялся сразу совет начинайте красить всегда сверху чтобы потеки которые были если что их потом всегда можно убрать когда они будут снизу и не торопитесь покрывать два слоя дайте полностью высохнуть и не надо наводить вот внизу порядок уж когда будет капать можно что-то постелить но я просто оставил опилки а потом просто опилки под мету для сравнения покажем второй край вы сможете почувствовать разницу чувствуете разницу как выглядит ну подведем итог потратил 15 минут на сторону с условием подкладывания листа под кровлю что хочу сказать что неровности в 2-3 миллиметра шлифовальным кругом на ура зашлифовывается как вы видите заподлицо все отлично один раз пришлось только воспользоваться ножовкой когда зазор был больше пяти миллиметров ну вот грубо говоря абсолютно согласен с производителем что надо зашлифовывать края во первых эстетически совершенно по-другому взгляд не цепляется за неровности но и конечно защита сейчас покрасим сторону сразу и приступим ко второй и так итог утра два с половиной часа потрачено вот посмотрим разницу свете эта сторона покрыта два раза потому что пока делали вторую сторону первая сторона подсохла эта сторона видим немного просвечивает один раз в итоге мы потратили один шлифовальный диск потом мы его намочили и обработали корщеткой его можно использовать еще раз то есть два с половиной часа работы как говорится хочешь сделать хорошо сделай это сам либо заплатить другому поэтому что мы имеем выполненную работу хорошее настроение до конца дня и как минимум мы заработали на обед потому как когда четверо детей и если норма не сделана то придется питаться опять собакой из общей миски поэтому пожалуйста никаких трудностей как бы никаких проблем что хотелось бы отметить отдельно это постоянная двухсторонняя связь с производителем то есть если какой-то вопрос возникает лучше спросить вам сразу ответят течение 5 7 минут лучше подождать и спросить что хотелось бы еще посоветовать возник вопрос расширения проема в сауне для второй двери нужно было увеличивать проем что я советую все эти как бы пилы это все это конечно хорошо но как показала практика лучше всего мультитулом прорезать засунуть ножовку и ножовкой потому что никакие лобзики ровно не отпилят и когда она ножовкой вот самый проверенный способ четко по уровню будем оставить в старую дверь добрый день наконец-то закончил с электрикой поставил бокс снизу зажимы водонепроницаемые внутри стоит автомат и wi-fi модуль если путник затерялся в пути чтоб мог включить gps навигатор и дойти до дома дальше идет металл руках все клеммами прижата и идет соединительная коробка водонепроницаемая ну что вот сегодня утром собирали каркас для беседки внизу идут специальные башмаки под столбы которые затягиваются сбоку двумя болтами и прикрепляются вниз вот укосины поставлены вот пожалуйста три часа работы не торопясь с перерывами на чай очень большое спасибо компании максимум все продумано вот заглушки заподлицо вставлен добрый день сегодня мы поговорим о самом сложном вот каркас у нас сделан осталось поставить вот части крыши они очень тяжелые и я считаю что это самое важное как и в жизни что если крыша течет то это плохо кто-то скажет что что тут такого сложного я скажу так да я слышал что в россии при строительстве как правило крыша ставится автоматом либо прикладом я уже честно говоря не знаю я не в теме но когда я заканчивал институт физической культуры у нас было очень много специалистов по накатным крышам именно по накатным кто-то скажет что нет крыши бывают скатные сокращенные sk skr но это больше для россии и хотя сейчас выбор не так велик и многие склоняются скажем так и выбирают самую дорогую крышу что есть самое лучшее и потом получается как в стихотворении черепица вы шурша крыша едет не спеша поэтому что мы выбираем мягкую кровлю мы будем покрывать мягкой кровлей для любителей 90-х пожалуйста смотрите другие ролики по этой тематике что мы будем делать мы будем ставить в каждый отдел и подпирать галкой пока не полностью не соприкоснуться и также мы спросим мнение о моих помощников это специалисты по крышам это моя команда специалисты по крышам кто будет помогать папе а за деньги а за сказать большое спасибо максиму алексею и всей команде кто принимал участие в изготовлении этих изделий все очень хорошо профессионально ну а кто не согласен будет иметь разговор с моей службой по работе с клиентами это та же самая команда которая специалисты по крышам да так что до новых встреч товарищи добрый день ну вот я и подготовился к установке крыши сначала мы высчитали высоту крыши и точки соприкосновения для это я взял реки по длине балки сделал на ней зарубки поставил с двух сторон высчитал высоту и сделал запилы на досках которые сначала будут использоваться как направляющий чтобы поднять крышу потому что первая часть будет дальние потом мы ее перекатываем по трубам вот обрезки труб лежат с двух сторон и потом опускаем и снизу вот подпираем в балку вот так вот также делаем каждую часть крыши также изнутри будут подпорки еще дополнительные если понадобится ну все будем ждать рабочую силу также мы размерили вот видим середину чтобы легче было выставляясь как изнутри так и снаружи чтобы не бегать чтоб точно знать где будет находиться центр чтобы выставить правильно крышу ну что и снова здравствуйте вот и лето прошло и как положено в россии мы закончили свою летнюю резиденцию теперь нужно называть не иначе как резиденция валентина первого а иначе как-то не солидно вот место для господ и для всех остальных ну осталось только поставить уличный туалет с душевой кабиной и все всем спасибо добрый вечер вот у нас погода ужасная дождь самого утра а что у нас здесь здесь вот у нас топится заложил топится где-то полчаса сейчас пойдем посмотрим какая у нас температура получилась за полчаса сейчас возьмем термометр вот термометр и и он 140 150 градусов 100 градусов самый парной 26 ну еще полчасика и пойдем сам вот сейчас попробуем поддать и посмотрим он пар сразу пошел все пойдем париться паримся вовсю уже полтора часа музыка водичка никакого спиртного все как положено температуру все еще держит все до новых встреч мы почти мы почти